Здравствуйте, у нас в студии славянский городской голова Вадим Михайлович Лях, и мы будем говорить о проблемах города. Здравствуйте, Вадим Михайлович. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Уже мы с вами говорили, начнем с того, с наших бизнесменов и бюджета города. На сессии было принято решение, и мы с вами говорили об этом раньше, о снижении стоимости пользования земли в аренде. И мы знаем сейчас, что особенно в связи с реформой децентрализации, эти деньги точно пойдут уже в городской бюджет, это форма наполнения бюджета. Вот сколько город потеряет от снижения этой стоимости, и как будет компенсироваться вот эта вот потеря? К большому сожалению, правительство ежегодно индексирует нормативно-денежную оценку и применяет коэффициент 1,43 каждый год, что приводит к увеличению стоимости 1 квадратного метра, аренды, продажи земли и стоимости ее. Мы приняли решение о том, чтобы начать процесс уменьшения. Вот вы возведете вопрос, к чему это приведет. Вот сегодня уже увеличение нормативно-денежной оценки привело к тому, что многие предприниматели отказываются от земельных участков, то есть, соответственно, они становятся бесхозными. И найти нового арендатора на этот участок очень сложно, потому что очень высокая цена. Поэтому и было принято решение уменьшать эту стоимость, чтобы, во-первых, не избавлялись от пустующих пластищадей арендаторы уже имеющиеся. И даже если они освободились, этот земельный участок был инвестиционно привлекательным, чтобы цена его была сопоставима с городами соседними, и любой инвестор, либо предприниматель новый мог взять этот интересующий его участок снова в аренду. Поэтому я считаю, что никакого уменьшения поступлений на земельного налога в бюджет не будет. Наоборот, мы сохраним ту же самую динамику. Это раз. Во-вторых, если мы говорим о том, что земля четко связана и с НДФЛ, потому что создание рабочих мест и возникновение на этом участке, к примеру, предприятия, либо магазины, либо производственных площадей, это всегда рабочие места. Рабочие места – это налог, соответственно, с работающих лиц. И поэтому здесь мы, потеряв где-то в одном, увидим увеличение в другом. Поэтому это все делается для того, чтобы сохранить эту динамику, не пошло на уменьшение. Ну и тогда дальше, опять-таки, поступление от налога на землю в городской бюджет. Вот была какая-то инвентаризация создана. Может быть, уже какие-то земли, которые на сегодня, вот с содовым комбинатом гуляют, большое количество земель, АИС, даже те, которые обанкротившиеся предприятия, то есть земли и гуляют, они стоят. Может их как-то отдать? Здесь два направления. Первое. Мы проводим инвентаризацию, она запланирована в 2016 год. На это уже запланировано 750 тысяч из фонда регионального развития. Значит, это будет называться у нас такое мероприятие, как развитие рекреационной деятельности на территории Славянщины. И я уже сказал, что это за счет государственных средств будет производиться финансирование. Ну а что касается земельных участков предприятий, которые вы назвали, здесь реквендаторы продают основные фонды, то есть помещения, оборудование, а новые покупатели, они, купив здания, уже оформляют земельные участки на свои предприятия. Поэтому, в принципе, на сегодняшний день такой вот острой необходимости снова их выставлять нет. То есть вы считаете, что пока еще это время не пришло? Ну почему? Потому что есть заинтересованные предприятия, которые хотят приобрести данные производства. Уже понятно, что не в том профиле, которым они служили, потому что там нет уже базы производственной. Но под новые виды бизнеса интересуются, спрашивают, выходят на хозяев этих. То есть там процесс идет. Те, что уже предприятия перешли, уже некоторые в другую собственность, и земельные участки оформляются на новых лиц. Еще тема бюджета. Значит, вот депутатская проверка была, проверяли уже немножко другой налог, обцизный налог, да, и нашли большое количество нарушений. Но когда наши люди не платят акцизы, да, когда они покупают где-то паленую водку, да, безакцизную там, или там, я не знаю, там ГСМ, вот какая-нибудь идет работа для того, чтобы люди понимали, что сегодня именно, особенно после реформы децентрализации, каждый подакцизный, покупка подакцизная, безакцизная покупка подакцизных товаров, это вред городу. Работа, безусловно, ведется. Могу назвать цифры, если берем 15-й год, что касательно алкогольных напитков, поступление в налог от продажи алкогольных напитков и сборов акцизного, это 9,1% общих поступлений и составило 16,9 миллиона. То есть почти 17 миллионов мы получили с алкоголя. С табачных изделий 1,1 миллиона. Нефтепродукты 8,5 миллиона за 15-й год. По итогам двух месяцев 16-го года в бюджет города поступило 2,7 миллиона гривен. Это алкогольные напитки 1,1 миллиона, табачные изделия 0,2 и нефтепродукты 1,4 миллиона. В принципе, если сравнить с такими же показателями 15-го года, уменьшения нет. Однако это не значит, что дела здесь идут хорошо. Почему? Потому что мы знаем, что акциз поднялся. И в количественном отношении падение есть. Поэтому, промониторив уже 2 месяца, принято решение возобновить проверки, с общественностью, которые были в прошлом году. Для того, чтобы поднять уровень сознательности на предпринимателей и необходимость уплаты данных налогов. Потому что это и дороги, это образование, это то, что мы говорим, субвенции. Если мы вернемся к тому, что, помните, по образованию и по училищам, о том, что мы боялись о том, что нам предстоит это будет финансировать. И расходы у нас будут порядка 20 миллионов по училищам и 12 миллионов по перевозкам. Сегодня вроде бы как принято решение отыграть назад, это законопроект, но он еще не подписан. И уже мы сегодня в этом месяце выделяем на финансирование и училищ, и выделяем помощь троллейбусному управлению, будет на сессии вопроса 500 тысяч им выделить финдопомогу. Поэтому это крайне необходимое, крайне важное для нас поступление. Поэтому в этом направлении работу будем вести в ближайшее время. Это еще пиар-компанию? Ну, пиар-компанию, я не думаю, что стоит пиар-компанию проводить, потому что, в принципе, есть налоговая, она разъясняет, это ее работа в том числе. Тем более, если мы говорим о проверках, которые сокращены в зоне АТО, то что касается лицензионных групп товаров, это не касается. Поэтому смело может выходить налоговая. Единственное, я знаю, что у них сейчас сложности с количественным составом, то есть там тоже идут сокращения. И поэтому здесь помощь и отделов исполкома, то есть отдел торговли, и общественность должны помогать в данном вопросе. о наших малых предприятиях, о нашем бизнесе. Вот мы начали с того, что как раз снижение налога на пользование земли, значит, вы уже провели. А какие еще... Еще не провели, только в этой стадии. То есть в 2017 году вступят уже по... Ну, в общем, как приняли решение. Да, реже идем по этому пути. Да, идем по этим путем, уже какая-то дорога наметилась. А какие еще будут сделаны решения, именно решения, какие еще в планах у вас, чтобы нашему бизнесу было комфортнее работать в нашем городе? Ну, в частности, например, уменьшение единого налога. Ну, вот такая практика. Ну, налоги уменьшать мы не будем. Наоборот, мы считаем, что надо их просто увеличивать, их сбор за счет того, чтобы было поменьше в конвертах зарплат. Вот здесь направление. А вот это, как вы это будете делать? Ну, здесь, понимаете, у нас, к большому сожалению, на сегодняшний день законодательство так устроено, что сам исполком это делать не может. То есть, безусловно, без правоохранительных органов мы здесь не обойдемся. Это тоже их работа. И здесь исполка о двух концах, конечно же. Если вы заметили, ну, так разделим, производство и торговля, да. Если мы, я могу сказать, что по объему продаж там алкоголя, табачных изделий, нефтепродуктов, здесь падения нет. Мы вышли на довоенный уровень. Мы видим, что у нас открываются новые торговые точки, магазины, кафе. Соответственно, должны поступления от этих видов деятельности увеличиваться. И здесь, я уже так, ну, войну не скажу, объявил, да, по мафам в работе. То есть, я не волнуюсь, что если с исчезновением одного мафа, у нас не появится другой, более комфортабельный, с рабочими местами. Здесь у нас эта ниша такая, довольно-таки хорошо развивается. Что говорится о производстве, то здесь лучшая помощь, наверное, не мешать в данном случае. Если мы говорим о керамиках наших, которые на сегодняшний день, мы не могут похвастаться тем, что могут выйти на довоенный уровень. Потому что создание рабочего места, это, конечно же, более сложный процесс, чем установка магазина или мафа для продажи спиртных напитков. Это технологическая цепочка за людей, количество, которое задействовано. И вот даже если взять на подвоенном уровне, создание одного рабочего места в этих сферах от 10 тысяч долларов стоит. То есть, понятно, что если на 100, то есть это уже миллионный проект в долларовом эквиваленте. И здесь это уже как бы вторая очередь работы с этими предприятиями. Немножко им надо дать больше времени для того, чтобы они стали на ноги. И вот если мы тут переходим к плану к керамикам, о их деятельности в нашем городе, о кластере керамическом, о котором мы так долго говорили, здесь мы со своей стороны информируем этих предпринимателей о проведении выставок, которые есть в Украине. Здесь мы идем навстречу, предоставляя помещение под офис, выставку в нашем центре культуры Довкилья. Также, общаясь с предпринимателями из данной категории, прихожу к выводу, что у нас есть города-побратимы. К примеру, Корость, Тентровсковец, это как города-курорты. Знаю, что сегодня керамики наши очень активно ищут выход на западные рынки. Здесь бы, наверное, со стороны городской области было бы актуально найти город-побратим в центре Европы, там Италия, Франция, Германия, который бы тоже занимался бы керамикой, был каким-то базовым в производстве керамики и имел опыт в этом. И вот такое нахождение такого города-побратимы, создание магазинов наших, то есть помочь нашим керамикам выйти, общаясь с этим городом и представляя свою продукцию в виде какого-то брендового магазина, наверное, было бы очень-таки неплохо. Просто кластеры – это ведь цепочка от добычи до продажи, да? И во всей этой цепочке должна быть какая-то вот честкая связь. Вот как вы эту связь можете как-то проконтролировать и простимулировать? Ну вот про стимулятор я вам уже говорил, да, где-то снизить ставку земли, пойти на встречу, выделить помещение под аренду, вот поиск партнера Запада, потому что мы тоже, они со своей стороны общаются, к примеру, по производственным цепочкам. Я сегодня уже тоже буду по бороду-побратима поиска заниматься этой работой, потому что считаю, что это тоже им поможет. А система грантов может быть какие-то? Опять-таки, городской совет гранты сложно при таком минусовом бюджете выделять, а поиск совместных грантов, безусловно, должен быть. Но здесь я считаю, что все-таки мы не должны углубляться в производственное, все-таки там должны работать профессионалы, и нельзя объять необъятное. Все-таки керамики сами должны искать и эти гранты, и выходить на эти международные фонды, и работать с ними напрямую. А мы должны способствовать организации выставок, популяризации данного вида продукции, ну и создание условий работы бизнеса на нашей территории. Ну вот насчет профессионалов, вот недавно приезжали к нам специалисты, и все хотят у нас в Славянске организовать народный промысел. Но, к сожалению, не хватает, и поскольку я проводила уже один симпозиум, это уже на протяжении многих лет, у нас не хватает именно художественного сопровождения. У нас не хватает художника-профессионалов. В свое время у нас в 76-м, ну сейчас это колледж, тогда было ПТУ, был класс художников, потом, я знаю, они его закрыли. И вот, как-то мне кажется, это ниже вообще пустая у нас сейчас в городе. Это при том, что еще закрыто Донецкое училище сейчас художественное, в котором был класс керамиков. В то же время, вот смотрите, у нас в химтехникуме открыли класс технологов, и к технологии у нас, в общем-то, претензий нет. Вот на базе технологии керамических у нас сейчас все выше и выше и выше. Вот не смотрели ли вы, не собираетесь вы дальше, вот, соответственно, пересматривать генеральный план города, и там, возможно, как-то учесть вот эту недостачу профессионалов, художников в нашем городе? Ну, недостача художников связана, в первую очередь, с финансированием данных училищ. Почему? Потому что именно у этого вида художественного искусства есть своя специализация. То есть дорогие краски, красители, керамика, то есть для того, чтобы наладить практическое обучение, здесь есть, художники учатся, однако рисуют на дощечках там и так далее. То есть лепка, ну, насколько я общался с теми людьми, которые занимаются, вот именно они видят в этом, что сегодня недостаток финансирования именно училища, базы не хватает. То есть производственная база всегда тянет за собой дополнительные расходы по электроэнергии, по газу, и в том числе, а это технология, вы говорите, вот просто мало того, что нарисовать, нужно еще это правильно применением технологии, а все это деньги. Все правильно, но тем не менее, обычно вот ПТО, оно как раз было тем, ну, откуда выходила профессиональная кадра. То есть у нас не даром, у нас не даром вот эти вот все четыре, у нас четыре, и они обусловлены, их профессии, которые они раньше обучали детей наших, вот они обусловлены теми производствами, которые были. И сегодня, как бы сказать, закрыть полностью и не вспомнить о художниках-керамистах, мне кажется, это просто как бы не... Ну, безусловно, мы понимаем, что не о закрытии, а нужно развивать, потому что, если мы говорим, не может развиваться без профессионалов данная отрасль, и одним из ее компонентов в развитии в свое время, это помимо сырьевой базы, как раз-таки наличие профессиональных кадров. Это связано не только с керамикой, если мы возьмем швейное производство, так традиционные какие-то производства в обуви, всегда оно и базировалось там, где есть профессиональные кадры. Поэтому подготовка этих профессиональных кадров, безусловно, она очень важна. Но здесь еще раз скажу, что если мы раньше говорили о госзаказе, то есть как бы было такое понятие в свое время, что человек понимал, что на его специальность существует заказ и готовили этих специалистов. На сегодняшний день вот эта цепочка потеряна. Сегодня, да, я знаю, что есть нехватка по многим трудовым профессиям у машиностроителей. Они постоянно конкурируют друг с другом, переманивая кадры профессиональные, потому что и уже начинают такой процесс подготовки специалистов, помощи этим профтехучилищам, по тем специальностям, которые их интересуют. То же самое, безусловно, должны делать и керамики. Но это должно быть и от них тоже исходить, понимая, что у них есть заказ, потребность в этих людях. Потому что государственное это дело закрыло глаза полностью. Сегодня все это финансируется зарплата и коммунальные. Все. Мы, со своей стороны, безусловно, обратимся в Министерство образования для того, чтобы данные профтехучилища возобновило работу. Просчитаем, сколько необходимо для этого средств. Сделаем экономический расчет. Возможно, что-то из местного бюджета для стимулирования данной отрасли, и мы тоже сможем выделить. Поэтому здесь готов идти на контакт, готов это обсуждать. Но на меня, к сожалению, пока еще не выходят керамики с такими предложениями, с такой проблемой. Как-то все считают, наоборот, сочетают сами. Поэтому здесь, я думаю, что только совместными усилиями можно решить эту проблему. Давайте перейдем к тому, что сейчас тоже волнует наше общество. Это реформа ЖКХ, это создание ОСМД. Вот что делается сегодня на уровне власти? Сегодня начали работу в этом направлении, она велась, но активизировалась, потому что с 1 июня вступает в силу закон, который, в принципе, должен изменить форму ЖКов, то есть привычную нам тому, к чему привыкли люди, то есть сделать их более конкурентоспособным, не их, вернее, а само жилищное хозяйство, сделать более конкурентоспособным, чтобы появился выбор у людей, кому обратиться за данной услугой и кто будет ее предоставлять. На эту тему лично много головой инициирован круглый стол в пятницу, в час дня, чтобы все заинтересованные в нем предприятия участвовали, чтобы мы могли это спокойно обговорить и увидеть, как и жители города предъявить свои претензии, в каком направлении следует двигаться, изучить уже опыт имеющийся, в том числе и СМД успешных и неуспешных, обозначить проблематику. Ну и, соответственно, привлечь, наверное, на наш рынок жилищно-коммунального хозяйства, наверное, может быть, и внешние предприятия из других городов, которые имеют опыт в создании управляющих компаний, но более инновационные, скажем так, чтобы они могли поделиться этим опытом. Ладно, будем ждать круглый стол, а пока перейдем к ДК Ленина. Вот нам звонили, нам говорят, почему ДК нужно выкупать. В свое время ДК был отдан керамкомбинату бесплатно. Собственно говоря, отдан облгазу за долги. И сегодня облгаз как бы несет убытки по содержанию этого объекта. И если его реформировать, то есть если его отстраивать, то опять-таки это будут убытки для облгаза. Может, они нам просто так отдадут коммунальную собственность? Ну, значит, смотрите, суть в чем. Во-первых, если опять вернуться в историю возникновения вот этого вообще вопроса по поводу покупки, вы помните, очень быстро, оперативно были приняты решения, потому что информация была как раз-таки о том, что облгаз собирается его продать, не передать, а продать сторонней компании. И вот я, будучи депутатом в 2002 году, помню ту реакцию людей, жителей города, когда вот эти объекты социальной культуры, которые от предприятий не перешли в коммунальную собственную, а ушли там в частные руки, и то, что и бассейн, и ДК Артема, и какой-то вызвал резонанс, и понимая и зная эту проблематику, сразу было принято решение вынести на обсуждение депутатов. И, кстати, они единогласно поддержали все фракции, все политические партии, что однозначно забирать этот объект нужно. Безусловно, желание получить бесплатно всегда, но лучше, чем купить. И первый вопрос, который я релистом задал своим, а есть ли возможность, это все вот таким образом, как вы спрашиваете, проделать. Получил ответ нет. Безусловно, можно пообсуждать на эту тему, поговорить. Я слышу такие доводы, беседы, ну, как бы еще удивительно их слушать от некоторых людей, которые, в принципе, сами принимали участие в свое время в передаче и были задействованы в этом процессе данного ТК в облгаз. Но говорит, что оно перешло облгазу бесплатно, нет, потому что тот же самый зачет под это по закону могли происходить, и конкретная сумма за него была уступлена в качестве долгов. Вот, значит, мы поспрашивали, значит, предлагается там театр, вернее, даже не там театр, предлагается, что теперь ДК культуры, наша экология перенести обратно в ДК Ленина, так называемый, да? А то, что, значит, останется теперь ДК ЖД, теперь, значит, он будет театром областным, да? Вот так предлагают. Ну, смотрите, на меня вышло областное управление культуры с предложением рассмотреть вопрос о создании в городе Славянске театра, арт-театра, потому что был и кукольный театр, и труппа театральная, и какое из... не было конкретного предложения, давайте либо это помещение, либо это, я сказал, что мы будем обсуждать. То есть я еще и говорил депутатам, что я как бы намерение только сказал, что эмоционально, вот как бы хотелось бы все-таки, чтобы, помню, что вот сколько было секций в свое время, театральных, вернее, кружков, танцевальных, ДК Ленина, и за последние там 15 лет жители города привыкли, что все-таки ДК имени Ленина, старое название, оно было таким культурным объектом, где много-много разных кружков. Поэтому я говорю, что здесь есть одна проблема для создания театра, это парковка в центре города. Если мы говорим, что там 500 зрителей приедет, часть из них мы понимаем, что приедет иногородних, размещение и парковка, здесь есть определенные сложности, то есть есть удобство. Но сказать конкретно, что вот сейчас уже принято решение о том, что выделить один объект под театр, а второй оставить в городе, я это буду обсуждать с депутатами, однозначно. И сегодня еще рано об этом говорить, и я сегодня, в принципе, напишу такие письма, ответы. Если, допустим, по предложению передачи в коммунальную собственность областную летнего кинотеатра «Победа», который находится в парке, здесь вопросов нет, есть финансирование, если его приведут в соответствующий вид, и нам не важно, почему оно будет подчинение, главное, чтобы оно достойный вид был, использовалось, и было как туристически привлекательным центром для посещения, экскурсий и так далее, я только за за это. И здесь, я думаю, вопросов и у депутатов не возникнет. А что касается, где будет находиться, в ДК Ленина театр, либо в ДК Культуры или Навкильда, который сейчас имеется в виду, здесь же еще есть, будем обсуждать. Про ДК Ленина, про то, что их закрывают мафы и бигборды, и бигборды сначала, когда была выбрана Азарова, построили эти двухэтажные бигборды, сказали, что их будут срывать, людям закрывают вид из окна, вот что с ними будет? Так они будут у нас все выше и выше? Если вы обратили внимание, то есть мафы, это на повестке дня стоит, то есть понятно, что процесс такой довольно-таки долгий, почему? Потому что требует и выезда комиссии, принятия решений, обращения в суд, и я не сторонник того, чтобы сразу подавать в суд и принимать репрессивные меры. То есть вот если мы идем по САТУ, там у меня уже есть договоренность, то есть мы договорились с предпринимателями, что кто-то уберет, кто-то передвинет, кто-то придет в территорию соответствия, кому-то дадим узаконить, ну а другой предприниматель, у него есть там все законы и основания, по доборнизации полного, допустим, цветочного рынка, там располагается несколько мафов, он придет в соответствии, то есть согласно архетипу. Это тоже отдельный вопрос. Вы знаете, там замечательный проект, просто единственное, я понимаю, что война не дала его реализовать, мы покажем в СМИ тот проект, который там планируется сделать, освоение вот этой территории. Я думаю, что никто не будет против, когда увидят этот проект, чтобы он был реализован. И допустим, по САТУ у меня уже понимание есть. По проверенному, скажем так, называемому ПИТАК, там всего лишь два предпринимателя вышли на меня, пообщаться, скажем так, урегулировать конфликтную ситуацию. Поэтому со следующей недели мы там будем уже проводить, скажем так, репрессивные меры. По мафам на ближайшем исполкоме будет принять решение о демонтаже трех мафов, но снос мафов, не мафов, извините меня, бигбордов, мы говорим о бигбордах, я говорился, то есть есть основания законные их срезать и демонтировать. Но это тянет за собой финансовые расходы силами коммунальной и техники, которые есть у коммунальных предприятий наших, не имеется в данном распоряжении такой техники, поэтому будет привлекаться техника. Соответственно, это все тянет за собой затраты. Готов сделать такую первоначальную показательную акцию, срезать несколько мафов. Почему? Потому что у этих предприятий есть еще и долги перед бюджетом нашим. И в этом направлении мы тоже работаем, мы уже подаем в суд по возмещению 150 тысяч, подали несколько исков пробных. Почему? Потому что предприятие зарегистрировано на неконтролимую территорию. И как мы их там выиграем? А сумма долга большая, 300 тысяч, мы подаем на 14 тысяч для того, чтобы посмотреть, как придет процесс. Это сейчас судебный сбор, это бюджет будет нести расходы. Не понимая, сможем ли возместить сумму долга, мы должны понести уже расходы по судебному сбору, соответственно, и затратно. Но, однако, я могу сказать, что на ближайшем исполкоме решение будет принято, демонтаж мы начнем по одному. Возможно, это простимулирует предпринимателей, которые где-то прячутся в тени и не заключили договора, все-таки обратиться в городской совет за заключением договоров. Сегодня, насколько там уместны многие, я думаю, есть претензии у меня и к архитектуре, которая давала эти разрешения, и по мафам, и по бигбордам. И работа эта ведется. И вот последний на сегодня вопрос, это вопрос Алии Славы. То есть, 8 марта Машленицу мы отгуляли, следующий у нас, ну, как минимум, 9 мая. Да, безусловно, праздник, который всегда праздновался и будет праздноваться, к нему нужно подготовиться. Подготовка к этому празднику, это не только организация культурно-массовых мероприятий, это как раз-таки приведение соответствия памятников всех, это всегда было так и будет и в этом году, и Алия Славы. Да, я вижу там выходки вандальные некоторых товарищей, которые, ну, ломают, портят данную Алию Славу, поэтому уже дано распоряжение рассмотреть варианты, сделать ее более антивандальной, скажем так, какие-то части, элементы, возможно, заменить и привести ее в соответствие к тому виду, который он должен быть у данной Алии. А вот там не стоят камеры, которые должны смотреть? Ну, вы знаете, того человека, который там поломал эту Алию Славы, его и без камеры, они сами себя снимают и хвастаются, и радуются этим. Наверное, такие вот хулиганские выходки, я думаю, это уже надо обратиться к правоохранительные органы и разбираться уже по-другому, потому что патриотизм патриотизмом, а хулиганство хулиганством. Большое спасибо, Адима Михайлович, что вы пришли к нам в студию, ответили так подробно на наши вопросы. Еще раз к нашим телезрителям обращаюсь тем, что звоните нам, что такие встречи у нас будут достаточно традиционными, и мы все зададим, все ваши вопросы. Спасибо. Спасибо.